Волновые функции фотона Волновые функции фотона Давай, включай Значит, сегодня мы будем говорить про волновые функции фотона и напишем хорошо сечение вернее, даже с точностью до коэффициента я покажу, как его выводить а дальше я вам покажу ответ на слайде То есть, волновые функции фотона Что такое волновая функция фотона? Когда мы говорим о глубоко неупругом рассеянии или вообще просто взаимодействии фотона с чем-то мы рисуем такую диаграмму Вот летел электрон, излучил фотон Этот фотон там, значит, с протоном как-то провзаимодействовал и получилась система X Это вот на КХД мы такую, значит, рассматриваем Теперь, здесь мы можем более детально вот этот блок перерисовать А именно, фотон, значит, расцепился на пару кварк-антикварк Скажем, если характерна виртуальность фотона, это там, ку-квадрат, да? Вот, здесь у нас протон Ну и там Я буду конкретно рассматривать два случая Первый случай, это называется инклюзивное сечение когда мы по всему вот тут суммируем вообще Второй случай, там, дифракционное сечение то есть, эксклюзивный процесс вот тут То есть, протон остался таким же Вот, а это, ну, вот два кварка полетел Почему один дифракционный? Потому что тут будет то, что называется rapidity gap И не будет перенос цвета в токанале Значит, дифракционные процессы Я уже рисовал эту картинку Что вот если тут у нас rapidity, ну, хорошо Тут у нас фи, угол Там от нуля до двух пи, да? Ну и тут у нас Сколько нам дает наш детектор? Вот, дифракционный процесс Это будет вот, значит, один протон где-то тут А И тут Не, ну, это от нуля до двух пи Ноль тут, поэтому где-то там Минус, это макс, там, да? Это макс Вот, то есть тут у нас где-то протон А там у нас где-то там две струи И факт стоит в том, что Вот тут ничего нет Когда вот тут ничего нет Называется дифракционный процесс Вот, собственно, экспериментально Насколько ты вот эту границу будешь ставить Это уже другой вопрос Как конкретной реализации Но В этом смысле Вот это просто дифракционный процесс Там, сингл дифрактив процесс Если у меня еще тут, вот, скажем То же самое, там, две струи У меня будет W дифрактив То есть дифрактив с этой стороны Дифрактив с этой стороны Вот Поэтому я и говорю, что это будет дифракционный процесс Чтобы не было излучения в центральную область Это Что означает? Что в Т-канале переносчик бесцветный Он Не излучает Если это цветной переносчик То у нас Там какой-нибудь глюон У нас идет вот излучение Которое по всей Области быстрот Спускается Такое излучение Может дать именно только цветной объект Ну, в смысле С маленькой быстротой Может излучать только вот глюон Так, посередине Нет Но это главный вклад Значит Насчет глюона посерединке Ну, есть централ дифрактив Проус Что это из этого называется? Заро паэст Минимум паэст Значит Это я рассказывал, по-моему Я не знаю Значит У нас какие есть У нас есть Я просто забыл Если честно У нас полное сечение Это Сечение Значит Эластик Да Сечение Дифрактив Дифрактив Сечение Сечение Значит Ну, дифрактив их три Да Значит Сингл дифрактив Дабл дифрактив Централ дифрактив сечение ну наверно не дефрактив так у нас остается вот значит минимал байс как я понимаю это то есть вот несколько из этих штук называется вместе минбал байс вот гляну я могу вам конкретно написать просто это то что сейчас я думаю что это вот скажем вот эти три что ну я просто посмотрю мне это никогда не надо было но они вот так классифицируются кстати говоря я вам это рассказывал может вы помните нет я не да ну да там я просто писал которые из них там называются минимал байс вот ну хорошо насчет того что излучение в середине может быть вот таким вот тут тебе бесцветный объект тут бесцветный объект а тут что-то полетела то есть вот тут померон тут померон и тут излучение вот это соответственно central diffractив будет вот хорошо так к чему это я вообще да 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 то есть инклюзив полный на инклюзив полный рассматривается как минимая часть амплитуды полного сечения да а значит diffractив это когда мы конкретное состояние сдаем вот значит как мы будем искать такое сечение искать мы будем его так что маточный элемент мы запишем как значит протон конечном состоянии то произведение от электромагнитного тока вот этого да значит это пси икс скажем гаммун и x это . x имея координату вот тут есть степень с значит тут у нас протон исходный и мы должны добавить скажем в начале но у нас ничего нету то есть фотон я уже отдельно руками убрал да сейчас я напишу а в конце написать мы должны что-либо типа там а пику б по куба то есть вот это у меня это у меня по куба импульс вот то есть это операторы уничтожения ну вот этих частиц электромагнитный ток я спустил из экспонента но он пропорционален пропорционален будет писать не буду особо следить там тут нас есть заряд естественно который стоит в этой вершине и у нас есть где в степени и п гамма x 0 x ну на корень из 2 гамма плюс вот это амплитуда пропорционально вот этой величине а с каким током да конечно я его свернулся вектор поляризации фотона вот это вот то есть в реалистичной ситуации тут у меня будет тензор сворачиваться с литонным тензором там потом и все дела но пока я смотрю амплитуду вот у меня есть вектор поляризации фотон вот хорошо так это понятно чудесно значит теперь как мы делали факторизация не делали так говорили что ну вот это произведение значит наш скажем кварк да мы его спариваем с вот все это спаримся с чертой но так у нас откладки протона у нас это не просто спиноры которые войдут в наши там правила феймана а это вот такие вот значит то есть это спинор который пролетел через ударную волну это тоже вот мы с вами выводили пропагатор через ударную волну чем отличается пропагатор пропагатор отличается тем что тут . x . y здесь спинор эту . и кисут импульс п вот но из пропагатора получить спинор как бы можно поставить там импульс на массовую поверхность ну сделав процедуру вот этого семантика циммермана вот здесь пропагатор да значит что я хочу получить в конце я хочу получить амплитуду да у которой тут есть . x x тут где-то ударная волна тут импульс п у частиц в конце если я пишу вот здесь не импульс п а . y да и рисую пропагатор в поле ударной волны мы его получали мы получаем для фотона для глиона вернее но для кварка я описал он также получается да спасибо вот и как он выглядел в пропагатор он выглядел так что это значит это какой-то z где он пересекает ударную волну выглядел он так же от x минус z грамма плюс же от z минус и вот ну и тут еще дельта от z плюс с каким-то коэффициентом возможно то есть пропагатор до суда тут некий оператор взаимодействия до который гамма плюс и у за этого который из ударной волны идет и пропагатор суда вот соответственно это обычные нулевые пропагаторы то есть но смысле не возмущенные да теперь из функции грин и я могу сделать амплитуду да то есть в принципе я могу взять там вычет на массу поверхность поставить значит вот чтобы превратить вот это же фактически у п то есть что такое же же она пропорционально там по квадрат плюс и ноль грубо говоря у у с чертой там п да ну вот грубо говоря мне нужно только одно у из него взять вот это будет моя внешняя линия вот это то есть я ее вот специально тут написал вот это внешняя линия да это ровно так же выглядит она это пропагатор который идет из вот этот второй пропагатор гамма плюс осталось вот у z осталось дельта z плюс осталось а от этого пропагатора осталось ну вот этот спинор ну и значит бегущая волна то есть как я вводил пропагатор еще раз я суммировал вот все вот такие диаграммы до помните вот кто присутствовал я суммировал все вот такие диаграммы с внешним полем мне ничего не стоит вот это было . x вот это было . y ничего не стоит вот тут написать импульс п их суммируете ну я получу вот то же самое но это просто занятие на пару от суммировать их все вот поэтому я говорю что ответ он вот такой непонятно я могу вам в личных так сказать что я делал до для пропагатора глюона то есть вот вот все один в один отличаться будут только вот но мы помним что все они схлопывались в точку а внешне оставались да вот тут они опять таки все схлопнутся в точку что это пропагатор будет а внешне с одной стороны будет пропагатор а с другой стороны будет просто спинор из кабала в том что все эти внешние все эти концы собирались а вот тут вот если это закрою рукой ничего от этой вершиной туда дальше не изменилось изменилось только от этой вершины суда раньше это был пропагатор на теперь это спинор конечно частицы что вот вот это написано в координатном представлении вот в импульсном представлении где я сделал фурьи ату вот значение всем удачно да узет это весенская линия но как бы вот стандартно так обозначаешь вот где у отку соответственно это интеграл dx и в степени и хутикс это было в координатном представлении стало в импульсном представлении вот она входит вот это вот z я могу его написать в таком виде но обратном фурьи да вот и тогда я по z смогу проинтегрировать вот этот интеграл и получу я вот это то есть меня есть интеграла пузырь становится интеграл пугу это удобно если мы хотим выпускном представлении смотреть то есть вот сюда пришел значит скажем это у меня по кук варка скажем q1 пришел импульс вот сюда из этой волны пришел q2 все это в т-канале идет передача импульса из этой ударной волны на уку 2 пришел значит кварку к антиквар q1 кварку или если мы вот тут смотрим что за этот размер диполь вот ну вернее тут за это просто координата вот это дозит 1 и за 2 за это 1 мин за 2 размер диполь вот и того что я делаю вот здесь я просто говорю ну вот это я должен вместо спиноров поставить вот мои эффективные спиноры которые пролетели через ударную волну и что у меня будет мне будет следующее значит опять-таки и псилом и степени по гамма x значит корень 2p гамма плюс 2p куба плюс это я вот эти корни забрал до дальше у меня будет матричный элемент протона он у меня берется от вот этих весенских линий это мой оператор соответственно так как опять-таки бесцветный обмен тут я ставлю бесцветный проектор то есть если это был цвет и это же это у меня будет дельта и жи там на корень и за ним нормировать хочу вот дельта и жи дает мне след и того у меня получается что это след у скажем q1 у крест q2 минус q2 да значит минус n но минус 1 если следов под следом пишу то есть я вычел и взаимодействующую часть то есть единичка это когда они просто пролетели взаимодействие нет вот я ее вычил вот и это матричный элемент адронный я для него напишу модель вот этого голика пермит вот теперь а все остальное вот эти все экспоненты вот эти вот все вот спиноры это импакт-фактор или волновая функция фотона то что будет значит ну и что будет значит будет что вот если я посмотрю ну вот это вот четырехмерное произведение а здесь они разложены значит экспоненты во первых у нас два интегрирования пока один q2 в т-канале значит тут импульс передается вот я пишу интеграл 1 до q2 это поперечный интегрирование вот дальше экспоненты какие стоят экспоненты стоят е в степени п это был антикварк до кубар минус q2 тогда минус и плюс кубар минус q2 так тут мне перпендикулярно я его поменяю на вектор напишу плюс 2 по кубар плюс это я вот это переписал и вот еще по кубар минус q2 вот тут меня п минус q то есть по это импульс уходящей частицы q это импульс который пришел в т-канале в лесенскую а координату у меня это y до координата y x так меня нет другой координаты вот он из x вылетел и полетел то есть вот соответственно у меня везде x человек написал да 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 мне просто бумажки значит y вспоминаю вот хорошо а у меня вот тут y поэтому я переписываю к юрик вот это вот эти две экспоненты я написал плюс есть степени p плюс y минус ну вот тут вот я напишу плюс да плюс и плюс y минус здесь значит нет входящей частицы вот и соответственно также п п куба x п плюс q x минус то есть я взял и отсюда и отсюда обе вот и здесь я такую же я напишу для второй частицы они одинаковые п q минус q1 на x значит это перпендикулярное все вот плюс и плюс п ку минус в 1 квадрате все экспоненты написал теперь спинор и спинор и какие вот мы начинаем со с чертой с чертой по кубу по кубу гамма плюс вот это гамма минус плюс ку по-хорошему если мы с массой будем делать но будет плюс масса да это пришлось пропагатор вот на 2 п плюс потом идет вершина это мы вот тут идем спинор гамма плюс это вот эта вершина вот эта штука это вот этот пропагатор да дальше идет вершина взаимодействие с фотоном соответственно гамма милл и такая же следующая 2 п ку бар плюс гамма плюс куба так это гамма минус до плюс п куба со шляпой плюс q2 со шляпой вот опять таки если у нас есть масса тут добавится масса и масса на самом деле добавится вот сюда вот эти перпендикулярные плюсовый все дальше снова гамма плюс и в к кубах то есть гамма плюс вот этот пропагатор потом гамма плюс потом в п куба вот прошли по линии все значит теперь это наверное самое сложное вычисление на сегодня поэтому сейчас расставлю так значит уку нет других индексов кроме как у всегда перпендикулярная потому что она это фурье от двумерного положения диполя то есть она двумерная по определению только в поперечном живет поэтому вот тут вот нету минусовой там или плюсовый да аку всегда перпендикулярная то есть она везде перну или вектор вот у меня стоит это значит на перпендикулярные перпендикулярная вектор перпендикулярная 1 до тут кодин п а это кубар это смысле в контекварка хорошо значит ну и что вот берется грубо говоря в этот мастер момента считается потом да теперь мы пойдем путем таким простым понятно что вот фотон ну как подставляешь спина рассчитаешь это число ну вот это вот число ну вот тут да конечно но интегрировать число легче чем вот такую вот матрицу вот значит фотон давайте смотреть на фотон значит фотон вот вот будет такой к гамма плюс мы возьмем ну летящий вперед по оси z к гамма минус вот по гамма минус значит теперь у фотона есть виртуальность по гамма в квадрате это минус в квадрате то есть вот я говорил да у него есть виртуальность она 30 канал россии и мы говорим что в нашем пределе в жестком она много больше лямбда кхд все на большая теперь по сравнению с лямбда кхд значит по гамма плюс я буду держать соответственно по гамма минус это чего там значит 2 гамма плюс к гамма минус это минус ку в квадрате это квадрат да соответственно по гамма минус это квадрате 2 по гамма плюс вот и а фотон может быть поперечно поляризованным продольно поляризованным да вот для продольного от маточный элемент он просто в единицу выразиться сейчас поэтому мы его и сосчитаем это поперечного тут ну вот какие-то следы надо брать поэтому я умел для него ответ напишу то есть продольный вектор поляризации как выглядит ель он выглядит вот так соответственно по гамма плюс 0 по гамма минус стук с минусом его нужно нормировать да то есть если мы вот этот вектор на этот помножим у нас получится ноль у нас получится ноль но он еще должен быть нормирован на единицу поэтому я должен поделить на куб какой-то его квадрат ну вот да хорошо у меня есть калибровочная вариантность который мне говорит что если я вместо ены пшука уверен по гамма на вот мое м альфа альфа равно нулю до калибровочный вариант это означает что на самом деле я могу у меня две компоненты о и вот плюсовая минусовая есть да соответственно плюсовая с минусовой связаны я могу только одну считать вот вторая получится из нее вот из этого уравнение поэтому вот я плюсовую сосчитаю а минусу и потом напишу просто если мы так сделаем что у нас будет у нас будет вот смотрите я сюда ставлю вместо мю плюс для фотона продольного вот гамма плюс квадратит 0 как вектор то есть вот это ничего не работает гамм плюс квадратит 0 вот это не работает гамм плюс гамма минус гамма плюс это 2 гамма плюс ну просто коммутирую значит основной тожесть и того для продольного фотона у меня получается вот этот маточный элемент весь это будет у п с чертой гамма плюс у п куба в п кубах вот все вот это все вот будет так подставить если спина ра это будет точности равно корень из 2 п кубах плюс 2 п кубар плюс дельта лямда q лямда q бар с минусом все это просто число а нотку не зависит так понятно что я делаю или нет когда все возьму спиральный спинар но у меня если я массе пренебрег то у меня и особо выбора то нет вот то есть я если я возьму поперечный вектор поляризации то тут будет дельта ну гамма поперечные да ну и вот тут вот будут некие общем величины да вот теперь это я сделал вот это теперь вот тут у меня есть интегрирование сколько-то первое интегрирование те вот кстати не написал она это интеграл d4x не это вот не не фурье мы же вот этот ток спустили за экспонент там интеграл стоит да ну в экспоненте ну взаимодействие как у нас выглядит и не не в смысле он внешний но хорошо когда я считаю вот это да это x откуда его взял у меня лагранжиане стоит там есть и е интеграл d4x с чертой а фотонная все да вот я по иксу соответственно его спущу мне по иксу интегрировать на так вот этот интеграл он здесь есть поэтому я должен проинтегрировать по x и по двумку вот значит интеграла папу я пока оставлю а вот по икс я проинтегрирую вот я вижу что у меня при x минус стоит пку пку бар и по гамма побежал ну вот сейчас начнется самое интересное вот я не знаю мне то ли мне говорите все технические подробности то ли мне не говорить вот значит ну интегрируем по x минус да будет дельта функция так соответственно у меня получится дельта функция по гамма плюс минус пку плюс минус п кубар плюс это я вот по x минус интеграл возьму когда я возьму интеграл по значит x перпендикулярному x перпендикулярному у меня тоже будет дельта функция да какая будет дельта функция по гамма но перпендикулярно мы взяли 0 поэтому я его писать не буду вот будет так значит будет тогда у 1 плюс q2 минус пку бар минус пку вектор вот из этих двух экспонентов так вот из этой вот из этой вот будет вот такая дельта функция двумерная вот а интеграл по x плюсу он непростой потому что мы вот тут вот хотим что взаимодействие было чтобы экспресс менялся от минус бесконечности до нуля так вот я не зря вот тут писал плюсы 0 и 0 такая что на минус бесконечности там вот умрет что нужно то есть интеграл берется и получается вот здесь то есть мне нужно просто по игре как минус бесконечности до 0 проинтегрировать вот такие вещи и 0 там какой надо поэтому я интегрирую вот эти две экспонента вот эту соответственно с вот этой и еще вот с вот этой вот тут плюс тоже есть по грамм когда я проинтегрирую соответственно что мне будет у меня будет у меня будет у меня будет единица с точностью до коэффициента дальше будет значит вот это поику минус у 1 квадрате 2п плюс будет п кубар минус у 2 квадрате так бар плюс значит знаки плюсы если я взял на этот кусок этот кусок и вот отсюда кусок из по гамма по гамма соответственно минус вот с точностью до общего знак вот такой у меня знаменатель то есть и того для продольного фотона вот сейчас я ответ просто напишу для этого м значит ответ будет такой ml скажем да с точностью до общего множителя дельта функции дельта плюс и перпендикулярные напишу п гамма минус п q минус п кубар плюс q1 плюс q2 в том смысле что плюсовой компоненты q1 и q2 нет да ну чтобы компактно было это вот эти две дельта функции дальше дальше значит всякие корни которые все равно уйдут там в коэффициент для сечения 2п гамма плюс 2п кубар плюс вот эти да и псилами я уже свернул экспоненты больше нет вот этот маточный элемент значит протон штрих у к 1 у крест q2 вот он потом отсюда пришло ну вот этот из спиноров я их просто перпишу хорошо у п кубар кому плюс у п q делить на вот этот знаменатель делить на вот этот знаменатель и мы вспомним что такое п кубар а то гамма плюс минус это было q квадрат на 2 по моему по гамма плюс минус да вот и соответственно я его сюда могу написать и ввести обозначение такие значит скажем во первых если мы посмотрим вот сюда плюсовая компонента вот фотона она разделилась в точности на кварк антиквар к каналу ничего не пошло поэтому если мы скажем что п ку плюс это x по гамма плюс соответственно п кубар плюс это спар на в программу плюс ну x плюс x бар единица вот и на вот это п гамма плюс помножим тогда у меня знаменатель получится x x бар по квадрат плюс а q квадрат плюс плюс п ку минус п ку минус 1 плюс так хорошо пока пыли соцсетей не делю на на x плюс п кубар минус q2 А сюда пришло 2 П гамма плюс И еще мне, собственно, вектор поляризации фотона нужно написать Вектор поляризации фотона, вот я его уже стер Он, соответственно, там будет Он будет куб Отделить на П гамма плюс Раз я его стер, я его покляжу Не-не-не, сейчас ее найду Это результат Значит, смысл у нас какой М плюс на Эпсилон минус Плюс М минус на Эпсилон плюс От нам надо, да? Но мы знаем, что М плюс на К плюс В смысле на П гамма плюс Плюс М минус На П гамма минус Плюс равно нулю Так? Соответственно, вот мы сейчас считаем М плюс Вот когда мы гамму плюс оставили, это был М плюс То есть на М плюс мы знаем Вот, а М минус мы не знаем Вот Но и М минус мы отсюда можем выразить Как М минус Это, соответственно, М плюс П гамма плюс на П гамма Так, что я два раза написал одно и то же М минус Минус Плюс 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 Вот мы нашли этот М минус Подставили сюда Так И Значит, в результат будет такой Они просто дадут По половинке, грубо говоря Половинка сложится Вот Вот Что я хотел сказать Хорошо Вот наш ответ, собственно Плюс он еще интегрируется ДК1, ДК2 Да? Теперь Опять-таки, если я брал поперечную поляризацию Вот тут что-то сложное было Собственно Хорошо Теперь Квадрат Пищем Где? Квадрат Ку Ку Ну, хорошо Да, сделаем Потому что Длина вектора Ку Вот Квадрат Ку Квадрат Да Вот Значит, теперь Хорошо Теперь Это маточный элемент Нужно брать в квадрат Получается сечение Да? Д сигма Вот Единственное, что плохо Маточный элемент Должен быть пропорционален Ну, полным закону Сохранения импульса Дельта функции Четырехмерной А у нас Получается, что Вот Плюсовая компонента Там Ку Нету Она вот такая Но Насчет плюсовой компонента Мы и так Пренебрегаем П плюс В нижнем блоке В блоке протона В этом смысле Это кусок Сохраняющийся Четырехмерной Дельта функции Значит Перпендикулярная часть Она нам задействует Какие-то Ку Которые в Т-канале Как-то ходят А нам хочется Чтобы она нам давала П протона Минус П протона Штрих Да? Чтобы у нас был Нормальный закон Сохранения Вот Это зарыто Вот здесь П и П штрих Да? Вот Давайте на этот Маточный элемент Посмотрим Прежде чем Сечение Писать Маточный элемент П штрих Трейс У Там Ку Да? Один У крест Ку-2 П Вот он Должен давать Дельта функцию Значит Он получался Как ДКу-1 ДКу-2 Е в степени Я думаю Минус И П Ку-1 Так-так-так Ку-1 X1 Плюс Ку-2 X2 Вот так Напишу Соответственно П штрих Трейс У X1 У крест X2 Минус Н На П Вот Здесь можно сделать Просто Фурье Обратное Да Да 2пи Я все равно Не слежу За 2пи Я вот Пропорциально Написал Мне просто Их долго Будет Достаточно Считать 2пи Я ответ Напишу С правильными 2пи Есть Вот Что мы делаем Мы говорим Давайте введем переменные X1 Скажем Ро Плюс Р Пополам X2 Это Ро Минус Р Пополам Грубо говоря Прицельный параметр И размер Диполя Да Вот А теперь Ввели Ну и кабин будет Единица Можно проверить Теперь Соответственно Что будет Так Что будет Да Что-то не то написал Естественно Да Ну да А вот я думаю Что это я Переменные То меня не буду Как Значит у меня получается ДрО Др Значит здесь Е в степени Минус И На Ро У меня будет сумма У1 Плюс Ку2 Минусы На Р У меня будет разность У1 2 Пополам Знак Наверное Правильно Да Вот И здесь у меня будет Пштрих Значит тут у меня Ну Т там стоит Значит трейс У Ро плюс рж пополам У крест Ро минус рж пополам Минус 1 Вот Что я делаю теперь Я говорю вот сюда Или даже Я вспомню просто Свой Значит определение Сдвига оператора То есть оператор От x Это е в степени Ипх Оператор от нуля Е в степени минус Ипх Где п это в этом смысле Полевой импульс Да Полный оператор Вот Главное там Что я правильно Знак написал Вот То есть Вот тут у меня есть Ро да Положение Прицельный параметр Вот я его Рассмотрю как мой x Грубо говоря Я хочу В зависимости от Ро убрать Отсюда Вот если я сюда Две экспоненты И сюда Соответственно Внесу С Ро Знаки Вот сейчас Надо как надо Расставить Скажем Если я тут минусы Напишу Что будет тогда Что будет тогда Ну или наоборот Наверное Мне хочется Чтобы у меня Вот тут теперь Было Ро А вот тут Было 0 Что я должен Для этого сделать Знаки поменять На самом деле У меня У меня равен Он мне равен Он мне равен Значит это вот Идет все сюда Да Интеграл Дэроды Двумерные Двумерные Мне п Итого У меня получилось При ро Еще Минус П Плюс П штрих Вот Вот моя Дельта функция Закона Общего сохранения Вот Помножить на П штрих А у меня Больше отронить У не зависит Они мне двумерные Да Вот Значит Ну это двумерная Часть Дельта функции Хорошо Больше мне отронить У не зависит Тут трейс от У Р пополам У крест Минус Р пополам Минус 1 На п Вот Эту дельта функцию Значит я беру Пару Интегралом Она дает мне Дельта функцию Ку 1 Ку 2 Минус П штрих Тут у меня уже есть Дельта функция Ку 1 Ку 2 Ну минус верхний блок То есть П гамма И П Ку И П Ку Штрих Вот Таким образом Беря интеграл Скажем По Ку 2 Потом Да Или по Ку 1 Я из двух Дельта функций Делаю одну Которая мне дает Тут нормальный закон Сохранения Вот В смысле Она мне дает Закон сохранения Который Значит Просто Дельта П гамма Плюс Ну П 0 Ну или П Я его просто называл Да Минус П Ку Минус П Ку Бар Минус П штрих Вот такой дает Поперечный Вот Плюсовый Я И так имел Потому что Этого не было А плюсовыми компонентами Протона Я пренебрегаю А минусовой На самом деле Я здесь просто дописываю Помножить На 2П дельта П Минус П штрих Минус Потому что я считаю Что вот эти операторы Они действуют только Поперечные составляющие А по продольным У меня это просто единица Дописываю Переопределяю Фактически обкладки То есть обкладки У меня Нормированы Они не нормированы Вообще говорят 2П в кубе Дельта Минус И перпендикулярная Да Вот Дельта перпендикулярная Мы только что вытащили А дельта минус Она там осталась Но этот оператор Он действует только На перпендикулярные составляющие Дельта минус Пронеслась Мы пренебрегаем Там Зависимостью От минусов Здесь Все Итого у меня получилась Дельта функция полная При моем М То что стоит при ней Ну фактически Вот этот оператор Уже вот в таком виде Так Я еще забыл написать Экспоненту Фурии 1 Есть и вот эту Минус И Р Значит Ко 1 2 Пополам Вот Значит вот этот вот Оператор там стоит В моем матричном элементе И вот этот вот оператор При нем стоит Дельта функция И интегрирование По одному Иску осталось Так Нормально? И Пайер интегрирование Ну вот оно тут есть Ну Пайер Честно Не сделает Я ничего не сделаю Ну я сейчас буду Поговорить про модели Которые тут Берутся Вот Хорошо Итого Давайте Опять таки Так Ну вот я сотру Лишнее Вот это оставлю Так 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 Так, значит, в сечении, там стоит вот эта вот дельта-функция полная, значит, P-гамма, ну, не сечение, ну, хорошо, в сечении интегрировать ее, нахуй, да? В смысле, ее интегрировать надо, тогда будет сечение, я, вот. Значит, тут будет стать P-гамма плюс-минус P-ку-бар плюс дельта P-минус P-штрих-минус и дельта-поперечная, P-гамма-поперечная нету по определению, ну, смысле, он вперед у нас летит. Значит, у нас будет P, у этого тоже нету, они по оси Z сталкиваются. У нас останется, итого, P-ку плюс P-ку-бар плюс P-штрих. Вот. Значит, дальше стоит маточный элемент, вот этот, в котором есть что-то типа D-ку на, вот это напишу, ну, пусть будет Q с чертой P-ку, амма плюс P-ку-бар делить на Q-квадрат плюс значит, исходя из вот этой дельта-функции, ну, или из вот этой, да, из какой-нибудь из них, в общем, мы можем сказать, что в поперечном у нас вот так вот выглядит закон сохранения. То есть, P-ку, вот так вот, да, P-ку минус P-ку-1 это P-ку-2 минус P-ку-бар, да, поэтому вот эти вот одинаковые, на самом деле. Вот. П-3х складываю себе, у меня получается x-x-бар плюс P-ку-1, скажем, в квадрате. Тут x-x-бар. Вот. Так, это я набрал, на самом деле. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, ладно. Вот ответ для этого куска, да? С точностью до коэффициентов. Ты, сигма, ты смотришь, у тебя же P не равно P-штрих? Это же не оптическая теорема. Нет, вот я и говорю, что я еще... Сейчас я здесь делаю сечение на углу 0. Сейчас сделаю. Сейчас допишу. Значит, тут интеграл dR P-штрих 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 T на трес R пополаму крест R пополаму минус 1. Вот. E в степени минус R 1,2 пополам. Вот Q1,2 Q уже там, так сказать, оно взялось из дельта-функции Q и надо тут. Так. Так. Сейчас, я не понял, что там с интегралами? Вот интеграл по dQ. Ну, скажем, у меня было два интеграла dQ1, dQ2, да? И две дельта-функции вот такая и вот та. Вот, соответственно, я, скажем, интегрирование по dQ2 взял, одну из них. Получил дельта-функцию общую. Вот. А это, вообще говоря, по модулю все в квадрате. А Q2 я должен из нее выразить. Ну, вот я просто Q2 оставил, но оно имеет в виду, что оно выражено из дельта-функции. Вот. И это все помножить еще на dRho3. Фазовый объем трех частиц конечных. Кварк, антикварк и протон. Вот. Значит, как это все упрощается? Упрощается это так. Люди говорят, ну вот смотрите, вот этот матричный элемент, то есть это в дельта-функцию ушла, тут интеграл по dR от такого матричного элемента. Он зависит от чего? От R зависит, и от P зависит, и P штрих. Ну, а патерическое упрощение? Да. У P их нет, а у P штрих есть, это наша передача. Импульс. Вот здесь Q1,2, на самом деле, это она и есть, вот фактически, это наша передача. Это то, что сопряжено по фурье нашему R пополам. Ну, нашему R, да? А R это размер диполя. Размеру диполя сопряжена передача. Вот. Хорошо. Теперь, мы говорим, что на самом деле, когда люди смотрят на сечение, оказывается, что все сечения ведут себя образом типа E на T на B. То есть они с ростом T, ну, T отрицательное, падают экспоненциально. Где B это порядка на 4GF, соответственно, квадратных. Вот. Это просто наблюдение, так сказать. Поэтому люди говорят, ну, зачем нам мучиться и считать вот не в периодовый маточный элемент. Считать его нам все равно сложно. Вот. Тем более, там, адронный, который мы и так параметризуем. Мы будем считать не сечение, а если наше сечение пропорционально вот этому, вот, то мы можем его аппроксимировать, как D-сигма по DT при T равном нулю, ну, делить на B, грубо говоря. Да? Понимаете, что я сделал? Я просто экспоненту проинтегрировал от нуля там до бесконечности. До минус бесконечности. Это отрицательное. Вот. То есть я интегрирую, у меня получается единица на B просто. То есть, ну, вернее, вот, я вот так. Да, я достигну по DB при T равном нулю, но это фактически сигма от нуля при T равном нулю на делится на B. Вот что я имел в виду. То есть я могу считать сечение на угол 0, поделить его на B, и будет мое сечение. Вот. Так. Понимаете, что я делаю? Или не понимаете? Но мне нужно сечение как функция ДСигма по ДТ это B. Ну, тут у меня какая-то зависимость от T еще есть, но главная зависимость экспоненциальная. Поэтому я вот это F беру в нуле, а вот это интегрирую по T. Вот. Что у тебя есть и что ты хочешь получить? Я хочу получить сечение. Сечение для угла 0? Нет, для любого, для произвольного T, да. Ну, по B, по факту, правильно? B я знаю из экспериментальных данных, оно универсальное некое. Вот. Я говорю, что мое сечение, оно аппроксимируется вот так. Мне F от нуля нужно найти. А F от нуля это сечение на нулевой угол фактически, потому что это тоже единицы будет. Вот. Поэтому я вот этот маточный элемент, буду говорить, что это впередовый матричный элемент, P, P, P на вот этот след, да, помножить на е в степени минус B там на T плюс пополам. С таким же успехом уже и сразу вакуум с один из этого P. Да, то есть после этого это не работает никогда больше. Матричного элемента существует модель, которую придумал, придумали голик Бернат и Густков. Это сейчас я напишу. Голик. А вот тут сложнее. По-моему, так. Но я боюсь ошибиться, я лучше погляжу. П... Ого! У-у-у- С-т- А ты хоть хотя бы примерно поможешь сказать это син dark А это изодоронно-маточный элемент должен лезть грубо говоря потом расщепляется очень быстро нет это это должно ну вот у протона да у него то есть сечение вот это протон протон сечение протон выжил так вот чем больше ты тем вероятность того что он выжил грубо говоря меньше да вот оказывается что она экспоненциально вот матричном элементе адрона это грубо говоря не в вельсиновских линиях а в смысле вы хуже матричном элементе то есть когда мы с адроном будем сворачивать это вот там больше потому что для скажем если это не адрон а фотон я не берусь вот это вот гарантировать все просто не знали не смотрел то есть для протона я знаю вот она так работает просто так хорошо а модель собственно а вот модель такая сигма равно сигма 0 единица минус есть степени минус сейчас сейчас будет значит р квадрат на 4 р 0 квадрат р 0 квадрат это x0 степени лям помножить на единицу на ку 0 квадрат вот такая модель насчет такой вот это сигма это дипольное сечение то есть дипольное сечение это вот этот масочный элемент вперед давай сейчас я напишу это соответственно п на трейс у минус р пополам крест у р пополам минус 1 на п с какими-то там коэффициентами которые сейчас смотрю ну вот если писать все честно в моих так сказать обозначениях тут н.с. будет еще поскольку вот единичку то я не вынес до и все что ли ну на самом деле это делится на пп грубо говоря вот сколько там 2 пи вот на 2 пи в соответствующей степени но в моем случае это будет 2 пи в квадрате ну вот я на 2 пи в квадрате напишу вернее вот это равно вот это ну я все равно за числом коэффициентом сейчас не слежу поэтому вот это вот такая модель значит что характерная особенность этой модели значит во первых она имеет скейлинг о котором мы говорили что такое скейлинг это что сечение зависит от р и x это x бьеркин да x это наше фактически это вот ну там это напишу да ну это сейчас x это кв квадрат на 2 пп да 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 но для уравнения бальцев ковчега мне нужно начальные условия которые дают мне протон я все равно не знаю поэтому можно делать как или взять начальные условия там глоберская модель например я про нее тоже расскажу или взять смысле она будет модель потом ее эволюционировать решить все равно уровне никто не может пока вот точно чтобы чтобы ну и будет чё то это численно грубо говоря решается уравнение быка с начальными условиями и получается ответ численно вот так как числе я не могу вам тут решать есть другой путь мы говорим давайте мы будем брать модель не для начального условия для конечного вот сразу которая модель будет иметь скейлинг будет иметь соответствующий правильное поведение а почему она имеет правильное поведение вот во первых у нее есть насыщение то есть при больших там размеры где поля то есть при маленьких куда она уходит в одну в константу вот то есть она не растет с энергией опять таки потому что x содержит логарифм с вот этот да вот и он у нас вот тут опять таки если x уменьшается то вот это все растет и и опять у нас уходит все на полку вот то есть унитарный предел тут есть вот предыдущей модели у них не было унитарного предела не росли но а когда r мало до r мало размер диполев маленькие и ну или импульсы большие мои экспоненты разлагаем и у нас получается r в квадрате просто дело даже не в том что r в квадрате а в том что нас внизу вот это стоит и при уменьшении x у нас просто ну тут будет некий рост обычный вот то есть она имеет так сказать свойства как насыщение так и линейного рост ну вот у них я вам сейчас их статью просто покажу на проекторе там были проекты типа там логарифм мы напишем там еще чего-то напиши но вот это оказалось работает лучше всего вот данные для сигма 0 x 0 так сказать но не подобно вот соответственно берется вот это стоит сюда и пишется ответ если решать уровни не умеешь а мне нужно не только в тех пределах мне везде да на самом деле люди кто делает последовательно делают так они действительно ставят начальные условия на быстротах протона там потом численно решают уравнение быка и вот это нумерик быка ранен каплин быка теперь уже тут меня констант не бежит теперь они как сказать завели ну в численный код есть когда она и бежит с решением и это просто сетка такая ну вот грубо говоря сетка по x или там покупал быстроте и сетка по r по размерам диполя и там просто значение этой функции вот это маточный элемент численно полученный вот бери пользуюсь вот а вот это она вроде как простая модель но она работает хорошо поэтому я при не рассказал вот там ее улучшали потом там еще чего-то но как бы работает работает хорошо то есть она ставится сюда вот и в итоге ну нам нужно взять интегрирование по конечным частицам эти дельта функции уйдут там кинематика я не знаю я ее могу тихонечко пропустить вот и что получится конечную форму написать мы продольный смотри то же самое делается для поперечных вот но они то они складываются друг с другом поэтому для поперечных ситуация отличается только вот спинорный маточным элементом так еще одну вещь я должен сказать но хорошо я начал напишу значит сигма будет пропорционально ну нет это дифракционная да потому что вот протон протон конечный протон это дифракционная диполя нет в конце диполя сейчас сейчас напишу под дипо 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 куба вот они в конце да да соответственно при т равным нулю я буду писать ретерам на нулю ну вот для для l соответственно который мы вот тут считали получится собственно и получится альфа 24 нс это заряды кварков но сумма всех зарядов сам 1 3 там и так далее вот помножить на интеграл деку вот это сад самый маточный элемент а это сечение диполя потому что сечение д д д сигма д от п п так q плюс п q минус п куба пополам делить на q квадрат плюс x x бар q в квадрате да вот и все сейчас 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 я напишу тут еще значит x x бар q в квадрате наверное просто q ну если это все в квадрате поэтому пуску все значит это если я вот проинтегрирую по конечно частицам там дельта функции уберу и так вот знаменатель видно что такой же да значит вот это q1 я его сразу назвал q тогда у меня вот тут сдвинулась но вот как раз q12 вот она получилась это фурии ну да я в импульсном представлении вам получал в конце вот ну тут у меня кусая да поэтому я написал это ну вот она даже тут написано dr но тут ску стоят они вот они теку то серы интегрируем не внутренне вот к нам проинтегрируем у нас будет откуда то есть вот это вот атр да но сделать от него фурии ничего не стоит вот на самом деле тут q1 и q2 они так как сечение на угол 0 они одинаковые поэтому я оставить тут могу просто потому что мы берем на угол 0 и там это просто диполь вот они полетели в разные стороны все q1 равно минус q2 поэтому когда мы отчитаем остается вот вот собственно и все мы можем это переписать как сигма дипольная от q плюс pq а тут импакт-фактор ну или волновая функция протона этого фотона линейна поляризованным сейчас покажу какой смысл сейчас покажу сейчас покажу все от чего там q x да вот это все будет по модулю в квадрате где пси от q x ну это вот этот знаменатель и вот это значительный да то есть все линейная равно x x бар q на q в квадрате x x бар плюс p ну q то плюс q тогда квадрате квадрате вот это волновая функция фотона линейно поляризованного вот и она вот так входит если я сосчитаю поперечно поляризованным не будет еще плюс такое же для поперечно поляризованного но с другой симы чуть-чуть вот что характерно здесь что вот сечение вошло в квадрате вот это колик бернтовская она вошла в квадрате потому что что мы делаем и фактически взяли вот эту диаграмму вот тут у нас обмен тут протон протон штрих мы возвели в квадрат вот этот ударная волна дала нам один такой это дала сопряженный 2 такой а волновых функций фотона с этой стороны было и с этой стороны было с этой стороны это просто спиноры а у на укрест дала нам 2п там 2p плюс там ну нормировку дало которая нормировка сократилась со знаменателем с 2 и вот отсюда и все я не схлопну вот хорошо вот так вот так это дифракционное сечение теперь если бы мы считали полное сечение чтобы было полное сечение это просто на угол 0 вот такая диаграмма да значит вот здесь был бы пропагатор а не спинор проходящий через ударную волну пропагатор это один пропагатор у пропагатор 2 то есть вот это сечение вошло бы один раз так понимаете вот у нас бы было все точно то же самое с точки сюда коэффициента только было бы модуль псев квадрате помножить на один раз то сечение ну с кем-то коэффициентом с другим понятное дело вот так это понятно или нет непонятно спросите но фактически когда мы считаем волновая функция это гамма ну смысле сумма всех компонент так сказать light con wave function значит куда он может перейти он может перейти в куку бар куку бар глюон там и так далее так далее это компоненты лайт коновской волновой функции но вот они так называются здесь мы фактически посчитали про факторизацию еще можно сказать пару слов что вот в этой вершине это точно самом начале говорил характерное время жизни вот этих кварков она грубая ты порядка единиц на куб да ну где кует виртуальность фото но это масштаб энергетический здесь вот а характерное время взаимодействия с адроном ты порядка ну там единиц на из к в нашей в нашей науке соответственно кумного более много меньше с поэтому мы говорим что он расщепился где-то далеко и летит себе долго летит свободно значит а потом раз очень быстро про взаимодействовал вот то есть наша факторизация на этом и строится хорошо еще одну вещь я должен сказать что это волновая функция в куб представления опять-таки я могу здесь сделать фурье да это будет интеграл по r фурье от этого и фурье от этого могу сделать фурье от этого вон я вам написал до ровская а фурье от этого это функция макдональд вот ну и наверное я сейчас покажу картинки и наверное сколько там времени да и все самое интересное без лени а так как чё у меня а вот кстати говоря это у меня значит статью этого голика берната и вузкова о том а вот введение вот этой вот параметризации вот видите они вполне себе хорошо цитируется вот эта статья где они вводили свою модель почему 10 до 2000 ну да 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 вот вот если мы на нее посмотрим на эту статью это по-моему она естественно не было они они понимали что должно быть насыщение они понимали что должен быть линейный рост и они научатся я просто покажу вот смотри то есть до них конечно были модели до них модели были такого типа что они насыщались тут грубо говоря е в степени там какой-нибудь еще было добавлено который бы росло с с чтобы данные хорошо подгонялись вот они сделали вот это значит вот что тут у нас есть значит вот смотрим вот это форму это вот эту статью голика берната слухов да 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 вот в чем мы здесь видим вот я вам написал это вот тут в импульсном представлении они написали в координат x-sigma это вот та самая сигма это для инклюзивно написано сечение в первой степени для инклюзивно написано вот это волновые функции соответственно который мы тут считали ну и d-r интеграл он там есть вот волновые функции значит мы с вами посчитали вот эту фурье от к 0 это как раз вот эта штука сейчас я покажу значит для поперечных ну вот она чуть посложнее но она считается вот ровно также учесть массу но будет здесь масса еще да но будет масс вот что идем дальше вот вот модель собственно я вам ее написал да тут какие-то обсуждения что вот значит она должна быть там как себя вести вот это все такое вот дифрактив значит формула для дифрактив сечения опять таки вот она точно такая штука сигма квадрат и коэффициент другой да вот а это все те же функции делаешь фурье она будет в импульсным не ваш квадрат в смысле интеграл от сигму квадрате они интеграла сигму квадрате сейчас то есть тут у меня интеграл но это короче говоря вот тут у меня интеграл значит волновая функция на сечение до интегрирует все паку вот а там у них интеграл волновая функция на сечение интегрируется они по r вот то есть тут у меня два разных интеграл это мне хочешь сказать паку и а там один общий интеграл значит это фурье сделаешь когда он пришло так сверху да сейчас 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 два интеграла осталось ну и это делал только я это делал сейчас скажу да не 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 я это делал месяц назад на бумажке просто проверят не они точно то же самое имеет ввиду там просто когда фурье берешь выскакивает именно это сейчас соображу я общей дельта функция будет потому что вот тут импульсное представление да и грубо говоря размер диполя он тут и тут должен быть одинаковый так поэтому там будет сюда дельта функция которая r1 поставит на r2 вот сейчас я только не соображу куда как я ее сделаю вот сделаю а я ее так и сделаю хорошо давайте попробуем сделать это на угол 0 до но сейчас все будет два варианта или мне верить или я посмотрю бумажку которые делали мы сейчас попробуем воспроизвести значит у нас смотреть бумажку посмотреть бумажку хотя найти бумажку один так секунду ну это вот тут ну что-то вот тут вот собственно я это делал в этом файле вот значит давайте смотреть чуть написано видно или мелко я беру вот то сечение с модулем пси и сигма квадрате да да ну я за коэффициентом не смотрим значит я говорю вот пси это вот к 0 до за сигма это возочка 0 на экспоненту вот теперь к 0 это фурье от вот такой штуки так значит беру фурье в по модулю в квадрате вот их написал это соответственно фурье вот вот той штуки чудесно вот их написал теперь что делаю теперь а их отдельно написал так теперь откуда у меня дельта функция откуда она а потому что рт один и тот же так r здесь r здесь а я по d r интегрирую вон потому лишь вот соответственно дает не дельта функцию к 1 равно к 2 так r дает не дельта функцию вот r дает мне дельта функцию остался интеграл к значит вот дельта функция вот два таких интеграла и и чё делаю дальше 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 дельта функцию я беру не беру а ну я сдвинулся тут чтобы у меня вот тут эти были ну хорошо да у меня осталось дельта функция п минус п штрих и у меня 4 интегрирования фурье и дальше что делаю так я делаю дальше то есть вот у меня 4 интегрирования фурье а дальше я взял дельта функцию одним из интегрирования да вот у меня осталось 3 это все равно что а а это все равно что я по 1 как дифференциальное сечение написал вот по какому по конечному да конечно по конечному потому что тут у меня у меня по двум они связаны законом сохранения вот но сейчас они связаны законом сохранения просто значит вот этот дифференциал я пишу как дт д ну дп одно из них там да потом до сигма по дт я просто ставлю в ноль его тут нет он не живой вот остается до x и дп потому что там это тоже до сигма по дт вот так то есть вот этот по это вот этот мой п дт тут не написано просто вот бы уже написано вот видите да это из-за сигма по дт пришло вот так сейчас ну собственно вот и все вот одно интегрирование второй интегрирование импакт-фактор и маточный элемент понятно как я сделаю нет понятно или непонятно это как бы я не планировал показать это я проверял что у меня коэффициент с ними совпадает а он двойку разошел вот ну неважно вот значит хорошо что там происходит дальше это там нам не так в обсуждении все обсуждения вот это опять обсуждение какие-то вот я график хочу ну есть вот график есть это есть вот данные геры но и в 2 это сечение грубо говоря деленное на альфа там 4 пишет или да вот то есть это сечение по факту сечение ну глубоко не упругого рассеяния на герея померенное да что такое для различных значений по квадрат и кривая это вот та вот картинка да вот ну и видно что вот более менее ты собственных да 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 кривая это вот то посчитано вот с этим с волновыми функциями которые вот мы тут выводим а параметры подогнаны да ну ну так это они их из экспериментов параметры сейчас их найду ну 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 просто вам чем дольше искать лямда соответственно ну решение ну решение быка но не совсем поэтому идет она там где-то круче где-то положить вот то численно получен вот сигма 0 23 мэра 20 ну 0 1 да вот это такое сечение вот следующую статью я еще хочу показать это у них две статьи про это вот опять таки график во второй статье ну и тоже мы видим что по точкам идет w то что называл т.с. на был и квадрат их один раз подогнали и и они их подогнали по инклюзивному сечению потом построили дифракционное сечение они работают потом построили тот самый скейлинг которым я вам говорил вот это вот значит данные сигма гамма p значит в регионе значит x меньше 0 0 1 и q квадрат любое но она там от каких-то десятков до 400 да и вот это вот значит она в принципе тоже этой штукой описывается это тоже статья голика бернда но уже не в узкофа там от других людей вот все к тому что вот эта вот модель она очень такие хорошие и просто интегрируется так сказать да вот например если вы говорите у вас диполь маленькие там или еще чего-то до разложили и вообще у вас линейная модель вы интегрируете просто сечение можете до конца проинтегрирует аналитический просто вот раз так по порядку да да дифракционный полный вот просто я демонстрирую да вот и еще значит в последнее хорошо сейчас дам сейчас дам сейчас дам значит вот если мы честно все сделаем значит вот волновые функции этого фотона до массы с массой так кварка да в пропагаторе который стоит то и там и есть то есть мы с вами получили вот эту си 0 плюс минус да ну их тут вон для различных но он 4 фото на этот вот ну массу вот выкинем вот его получили только что вот это вот все остальные вот когда у нас есть спиральность то у нас тут какие-то значит вектора появляется вот знаменатель это цветоконусный знаменатель старой теории возмущения если считать ну там какие-то значит то это вот этот знаменатель и исходная минус е промежуточная все это и и минус еф ну не фото 1 выраженный через плюс и минус и значит это вот есть это знаменатель отчислитель от вершины вот то есть их сколько то есть они известны вот идти дальше если сделать фурье это все функции макдональда так ну вот это все функции макдональд и к 1 там к 0 вот дельта вон написано это как раз это q x единица минус x вот потому что ну вот фурье для макдональда все но как раз единицы на это это к 0 а к на это это к 1 ну и все вот ну и в общем вот так вопрос если есть спрашивайте но вот свете того что видим да примите имплементировать в эту модель что эта модель и и так сказать не зависимость от экса здесь вполне ничего значит что сделано с этой моделью еще сейчас как ее улучшили насколько я знаю я в этом не разбирался но сделано следующий вот эта модель она учитывать фактически глюонные обмены а там ее на нее можно написать уравнение реном группы грубо говоря и ее там решить для него ну то есть улучшить ее уравнением реном группу паку квадрат ну или по r так по r по масштабу папе и поперечного импульса грубо говоря это да 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 это значит модель написано на эволюцию по быстроте то есть вот тут вернольд соответственно сидит быстрота x на x0 да а можно инкорпорировать сюда грубо говоря уравнение деглап или ренорм группу по r вот и это люди сделали и вроде как лучше стало но я не следил за этим особо вот ну и последнее что я хочу сказать вот это линейное уравнение до для его можно посчитать гамма-гамма вот это было гамма-п а если мы посчитаем гамма-гамма все будет так же только вместо вот этого маточного элемента будет ну то же самое что 4 волновых функций фото все считается вообще все если мы линейно смотрим вот без всяких вот моделей в линейном пределе мы при уравнении решили да мы подставляем все решения все подставляем да наверное я честно говоря забыл вот и что мы видим ну вот это слепо картинка что значит если взять главный порядок который мы говорили бы fkl вот то ну вот это вот усы фактически в котором должно быть расположено решение это быстрота логарифм с q квадрат а то это сечение гамма-гамма полная гамма-стар гамма-стар да видно что главный порядок в fkl не особо по точкам идет прямо скажем да даже далеко вот но следующий порядок идет уже подобным по точкам причем они его подгоняли не просто так а с использованием вот блм то есть особого выбора константы связи аргумент константы связи вот а вот это использование она такой вот это дебейта был за работает результат вентильный край вот то есть эта теория она в общем применяется то там то тут маккензи смысле естественно привязываясь но после я не особо в курсе но я просто графику не взял я не проверял там это не делали константы связи масштаб выбирали такой чтобы следующие поправки все были заведомо малый в принципе да но я не хочу врать просто я довольно давно читал вот я могу подготовиться не знаю все еще раз рассказать но врать не хочу вот то есть вот так еще вопросы так вы бы спрашивали чё-нибудь я бы вам учнить рассказал вот ну и вот вот вот